Здравствуйте! Это новости 24 на телеканале ННТ. Я Хадижа Курбанова. И вот какую информацию мы подготовили для вас сегодня. 481 человек в Дагестане умер от пневмонии. Данные озвучил Владимир Васильев в рамках прямого эфира. Он также рассказал о том, будет ли продлен режим самоизоляции. Подробность обращения главы Республики Дагестан знает Патимат Ханапова. Режим самоизоляции продлен, однако точная дата его завершения пока что не обозначается. По словам Васильева, статистика пока неблагоприятная. И говорить о снятии ограничительных мер рано. Все будет зависеть от того, как дагестанцы будут соблюдать меры предосторожности. Лишь снижение темпа прироста заразившихся позволит ввести послабление. Я еще раз покажу вот этот график. Вот когда будет снижение, вот сейчас оно началось, и мы будем соблюдать ограничения, и оно будет уходить вот сюда. Тогда будем решать. Я не хочу сейчас говорить о дате, боюсь ошибиться, но с учетом погоды и, самое главное, отношения большинства дагестанцев, за что огромное спасибо. Вы знаете, я вчера впервые услышал от многих. Знаете что? Не отменяйте. То есть люди поняли, что это опасно. То вот это произошло, но дальше уже нельзя. Просто нельзя. Понимаете? Стало известно и о количествах погибших от небольничной пневмонии. Цифры неутешительные. 481 человек. Однако, по словам Васильева, точными и окончательными их назвать нельзя. При этом каждый день вирусная пневмония заболевает порядка 700 человек. Так, по данным ТФОМСа, рост заболеваемости вирусной пневмонии в Дагестане в апреле этого года составил 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Есть данные от умерших от тарана вируса, но ведь нет данных о пневмонии. Спрашиваются, почему? Что власть боится на... Ну, что по этому поводу сказать? Власть боится давать информацию, которая не является профессионально выверенной и просчитанной. По цифрам. Вот цифры, значит, это вот все хотят услышать. И все боятся этого сказать. Ну, вот говорят, смелость, не смелость. Это не смелость. Но я еще раз говорю, вот у меня на сегодня, но это очень неоректировочная цифра, у нас по, значит, если говорить по коронавирусу, здесь у нас точные есть результаты, к сожалению. И я хочу высказать соболезнования всем, потому что 26 человек у нас умерли точно совершенно от коронавируса. 26 человек. А вот если говорить о умерших от вне больничной пневмонии, у меня такие данные. Но я еще раз повторяю, мы их сможем уточнить. Я искренне готовился к встрече с вами, поверьте. Ответственно, я стараюсь так делать. Но вот я разговаривал с Украины Фомса, да, с министром, говорил с экспертами, которые к нам приезжали. Мы еще будем это обсуждать. Но вот все, что мог я, вот проанализировав, называю эту цифру. Вроде к ней пришли 481 человек. 480 человек. Содумайтесь над этим. Я мог ее не называть. Я ее специально называю. Я понимаю, что меня можно критиковать и сверху, и снизу за эту цифру. И когда я назвал эту цифру, я ее нелегко произнес, потому что, еще раз повторяю, она не объективна. Понимаете? Она не может быть объективной. Я объяснил почему. По нескольким факторам. И самое главное, отсутствие патологоанатомической службы как такового. По части дополнительных ограничений, помимо масочного режима, вводится и перчаточный. Как сообщал ранее глава региона, ситуация с распространением коронавируса в Дагестане остается сложной. Поэтому пока что дагестанцам придется проявить терпение, соблюдать режим самоизоляции, тем самым обезопасив себя и своих близких. Ватимат Ханапова, Дауд Гасанов, Новости ННТ, Махачкала. В России вводят новые меры поддержки в связи с коронавирусом. Более 27 миллионов детей попадают в категорию для единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на ребенка. Это меры поддержки семьи, о которой говорил накануне Владимир Путин. Всего на эти цели направят почти 200 миллиардов рублей. Как оформить выплату, расскажет Зумруд Гамидова. С 1 июня текущего года будет осуществляться разовая выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка с 3 лет до наступления 16-летнего возраста. Для получения единовременной выплаты родителям детей в возрасте от 3 до 16 лет не нужно будет собирать справки. Достаточно обратиться с заявлением через портал госуслуги или в пенсионный фонд. Но стоит помнить, что сейчас отделения работают в режиме предварительной записи. При этом Владимир Путин отметил, что никакой бумажной волокиты не будет, а деньги начнут начислять с 1 июня. Не хочу подчеркнуть, сейчас людям не до того, чтобы собирать справки, выписки. Поэтому мы приняли, на мой взгляд, правильное, справедливое решение. Для получения такой единовременной помощи не вводить каких-то формальных критериев. Также президент предложил в два раза увеличить размер детского пособия до 6 750 рублей. Кроме того, все родители, у которых есть ребенок до 3 лет и которые не получают материнский капитал, получат выплату в размере 5000 рублей в месяц за апрель, май и июнь. Родители, которые остались без работы, получат по 3000 рублей за каждого малыша. А семьи, где доход не превышает прожиточного минимума, получат по 33 000 рублей сразу. То есть деньги будут получены сразу за полгода. И такая семья в дальнейшем будет получать регулярную выплату уже ежемесячно. В среднем по стране это порядка 5 500 рублей на одного ребенка в месяц. Кроме того, по 3000 в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка, положенный семьям, где родители временно потеряли работу. Такие выплаты также осуществляются в течение трех месяцев. Далее мы приняли решение, что нуждающиеся семьи, где доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума, смогут оформить выплаты на детей с трех до семи лет включительно. Чтобы не записываться в пенсионный фонд, можно все оформить онлайн через портал госуслуг. Пока специалисты только вводят необходимые функции на сайте, но в ближайшее время они станут доступны. Сейчас можно зарегистрироваться на портале и узнать информацию о других выплатах. Зумруд Гамедова, Дауд Гасанов, телеканал ННТ. Третья городская больница Махачкалы начала прием первых больных с пневмонией. Оборудовать учреждение первоначально необходимой техникой удалось за счет средств простого народа. Инициативная группа WhatsApp организовала сбор средств. За пять дней удалось собрать более трех миллионов рублей. Как удалось запустить больницу, расскажет Хамзанур Магомедов. Началось все с того, что на сайте Муфтеата вышло обращение к главе республики с просьбой помочь оборудовать третью городскую больницу для лечения больных вирусом. Ответили только обещаниями поддержать. Однако, понимая, что промедление недопустимо и потеряв время, можно потерять людей, инициативная группа решила самостоятельно объявить сбор средств. Сбор идет. Собрали уже больше трех миллионов. Закупили аппараты уже 20. 20 аппаратов уже закупили. Аппараты уже в больнице. Народ не только объединился. Когда поступали деньги на карту, люди просто писали в Аллахе последние деньги, и мы хотим поддержать на кислород, на больницу. Это просто невероятная была сплоченность. Это очень много слез, счастье было пролито за эти дни. Альхамдулля. На закупку первых кислородных концентраторов ушло более миллиона рублей. Все оставшиеся деньги также пойдут на помощь больнице. Один из сотен участников благотворительного сбора объяснил, почему он решил сделать пожертвование именно этой клинике. Я знал, куда я даю, и я знал, кто за этим стоит, и я знал, куда она придет. То есть элемент доверия здесь очень важен. Очень важен. Я не просто в какую-то там неизвестную организацию отправлял, неизвестно кому. Я знаю лично каждого человека, который стоял за это. И я прекрасно понимаю, куда пойдут эти деньги. И я сегодня увидел подтверждение того, что мои надежды оправдались полностью на тысячу процентов. Закупленные препараты, медикаменты и средства индивидуальной защиты позволили больнице начать принимать пациентов с COVID-19. Медпрессонапа поняли работники Центра грудной хирургии. У нас здесь больница рассчитана более чем на 170 койок. Но изначально мы сейчас планируем принимать сначала 50 пациентов, потом доведем до 100. И в зависимости от того, какая будет складываться ситуация, будем смотреть, может быть, еще развернем койки. Так как в нашей больнице не имеется аппарата КТ, по договоренности с Минздравом к нам должны поступать пациенты средней тяжести, уже обследованные с снимками КТ. Следующая цель инициативной группы – закупить аппараты искусственной вентиляции легких и компьютерной томографии, чтобы и обследование лечения пациентов можно было комплексно проводить в этом учреждении. Больница также готова принять волонтеров и врачей в штат. Как только поступили первые аппараты кислородного концентратора, уже в эту больницу начали поступать новые больные. Это говорит о сложной ситуации. Берегите себя и своих близких. Они работают в красной зоне, рискуют своим здоровьем, чтобы спасти жизнь других людей. Во всем мире представители самой гуманной профессии отмечают сегодня свой профессиональный праздник – 12 мая, Международный день медсестры. Участники акции «Мы вместе» поздравили медсестер городской клинической больницы номер один с их профессиональным праздником. Алина Багилова расскажет подробности. Медсестры в разгар эпидемии вместе с врачами на передовой. Люди, которые всегда рядом и на войне в мирное время. Вот и сейчас, когда все борются с неизвестной ныне пандемией, они, оставив своих близких и детей, находятся в самом очаге инфекции, отдавая себя без остатка больным, выполняя свой непосильный каждодневный труд. Вся обстановка сложная. И хочется побыстрее, чтобы эта пандемия, она как бы закончилась. И чтобы, наконец-то, мир восстановился в реальную жизнь, а не вот такую, которую мы встречаем каждый день. Медсестры не видели своих родных уже месяц. Лишь короткими звонками смс ограничивается их общение. И все, что им хочется, конечно же, поскорее увидеть, как пандемия останется в прошлом. И все смогут вернуться к привычной жизни. Кроме того, что госпитализируются пациенты постоянно, периодически есть передышка. Кроме этого мы пока ничем не занимаемся. Госпитализируем, обеспечиваем персонал СИЗами. Одеваем, раздеваем, поддерживаем. В этом состоит на сегодняшний день наша работа. Активисты Общероссийского народного фронта и волонтеры-медики решили поддержать медсестер в это непростое время, сделав для них небольшое, но приятное дело. Они принесли сестренскому персоналу пироги и фрукты, чтобы хоть как-то скрасить их тяжелые больничные будни. Оценить ваш труд сегодня невозможно. И любые слова, которые бы мы сегодня вам не сказали, они будут лишь маленькой каплей в том большом, великом деле, которое вы делаете. Муфтия Дагестана предоставил медресе в Сбербаши для размещения врачей, борющихся с коронавирусной инфекцией. Для них в здании созданы все условия для отдыха и комфортного пребывания. Духовенство взяло на себя обязательства обеспечивать медиков продуктами питания в эти сложные для них дни. Здание расположено рядом с центральной джума-мечетью города. Сейчас занятия в учебном заведении не проводятся. Каждое время живут свои герои. И сегодня героями нашего времени с уверенностью можно назвать наших врачей, которые на свой риск и страх ежедневно спасают жизни людей. И мы, администрация центральной мечети города Избербаш, под руководством Муфтия Республики Дагестан, пытаемся оказать максимально возможную помощь этим героям. И решение Муфтия было согласованным с главным врачом центральной больницы города Избербаш зданием адреса, расположенное на территории центральной мечети города Избербаш, отдать для проживания наших врачей. Чтобы хоть как-то поднять настроение медработникам, в их профессиональный праздник сотрудники женского отдела просвещения и при Муфтияти препонесли им цветы. Чиновников будут штрафовать за оскорбление россиян. Законопроект уже внесен в Госдуму. Штрафовать хотят государственных и муниципальных служащих. Максимальный размер штрафа составит 150 тысяч рублей. За первое нарушение предлагается наказывать чиновников на сумму от 50 до 100 тысяч рублей. Кроме того, виновника могут лишить права занимать госдолжности на срок до одного года. Если госслужащий допустил подобное повторно, то размер штрафа вырастет до 150 тысяч рублей, либо дисквалификация сроком до двух лет. Кроме того, оскорбление может быть нанесено группе лица, а распространяться она может не только в публичных высказываниях, но и в интернете. Это были все новости к этому часу. Еще больше информации отслеживайте в наших социальных сетях. С вами была Хадижа Курбанова. До новых встреч. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok